Это для старших, для учителей. Когда вы держите другого человека, не хватайте только запястья. Старайтесь держать плотно, но мысленно. Пройдите сквозь его руку. В плечо. Как будто я хочу направить его в эту форму. Но это только мысли. Но прохожу мысли через его плечо. Это заставит его работать усерднее. Каждый раз учитель должен испытывать этот вызов. Если вы только сдавливаете запястье, он может пройти сквозь эту точку. Нужно чувствовать запястье. Нужно чувствовать запястье. Если я только держу запястье, как только он проходит сквозь этот дверной проем, у него все получается. А теперь я мысленно прохожу через его плечо. Я переместил его в массу. А теперь вы думаете, что это за масса такая. Это сила ума. Всегда учителя имеют в своей группе кого-то, кто считает, что может справиться с любым. И вы должны поставить этого человека на место, чтобы он думал по-другому. Это всего лишь другой способ учить. Это не проявление вашего адеквата. Я не пытаюсь просто его остановить. Я просто пытаюсь довести до него, что там еще очень-очень много всего разного. Он пытается остановить меня. Плечо в тот дверной проем. Мысленно я делаю плечо мягким в ту сторону. А тело входит в другом направлении. Вы же видите. Движение вперед. На самом деле там происходят две противоположные вещи. Если вы будете постоянно помнить об этих разных направлениях, в вашей машине.